Приветствую вас, дорогие братья! Братья и сестры, друзья, есть в жизни Церкви особый день, которым завершается Масленица и открывается Великий Пост. Это сегодняшний воскресный день, день, который заставляет даже неверующего в Бога задуматься о том, что значит прощать и принимать прощение. И зачем это вообще бывает нужно? Масленицу у нас празднуют и отмечают даже неверующие в Бога. Как интересно накушаться блинов под водочку и корку и повеселиться на свежем весеннем воздухе. А вот всерьез поститься большинство веселящихся и не собирается. Но почти все знают, что последний день Масленицы, который вводит верующих в одни печальные Великого Поста, как писал Пушкин, называется прощенным воскресением. К концу этого дня в православных храмах служится вечерняя, к завершению которой священник или настоятель и все клирики, священники, если священников в храме служит несколько, выходят из алтаря к прихожанам, к собравшимся и просят прощения за всевольные и невольные обиды и огорчения. В это время в исполнении хора звучит пронзительный плач Адама об утерянном рае. А собравшиеся прихожане по очереди подходят к священникам и просят прощения у них, равно как и священник у собравшихся. На обратном пути сквозь собравшихся каждый может сказать знакомым, полузнакомым, а то и вовсе незнакомым людям. «Простите меня, пожалуйста, Бог простит, а ты меня прости», – звучит ответ. «Кто-то в этот день позвонит после службы своим родным и близким по телефону, кто-то пошлет e-mail или смс-ку. Техника расширяет границы прощения». Как-то мне рассказывали об одном человеке, для которого главным доказательством подлинности православия стало как раз прощенное воскресенье, которого действительно нет ни у католиков, ни у протестантов. Но неверующие, которые в этот день обращаются с просьбой о прощении, их родные и знакомые христиане обычно бывают очень удивлены. Отчего это они? Вроде все нормально. Ведь в современной светской культуре принято говорить «извините», когда наступают на ногу или просто хотят привлечь внимание, чтобы спросить, который час. Но просить прощения у того, перед кем действительно виноват или не виноват, не принято. Конкретная вина обычно прячется за громкими словами, за идеологическими штампами, за экономической выгодой или политической целесообразностью, за вот этой пресловутой формулой. Все так делают. Но христианство, призванное воплотить Царство Небесное в обычной жизни, говорит, «все мы виноваты перед всеми, с кем доводилось сталкиваться». «Виноваты хотя бы потому, что не смогли, да никогда и не сможем осуществить в полной мере евангельские заповеди по отношению друг к другу». «Все виноваты, но у всех есть возможность простить и получить прощение. Каждый верующий призван поставить себя на место блудного сына, который обращается к отцу со словами «Я согрешил против неба и пред тобою». Всякий грех, всякий промах, всякая ошибка делает человека виновным прежде всего перед Богом и затем перед ближним. Потому и на просьбу о прощении отвечают «Бог простит», предполагая, что каждый из нас и мы все вместе находимся в одинаковом положении перед высшим судьей. И мелочные обиды и недоразумения между нами сами по себе значат не так уж и много. Собственно, наступающий пост есть время покаяния перед Богом. По-своему его могут переживать и те, кто щедро сыплет, образно скажу, зеленую купюру в церковную кружку и не обращает никакого внимания на людей слезами, потом и кровью которых эти купюры оплачены. Главное у таких – договориться с тем, кто наверху. Но в Евангелии мы видим совсем другой подход. «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Так передает слова Христа евангелист Матфей. Так почему же примирение с Богом открывается только примирение с людьми? «Не логично ли, наоборот, начинать с главного?» Ответ на этот вопрос тоже содержится в Новом Завете у апостола любви Иоанна. «Бога никто никогда не видел». «Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» «Наши отношения с ближним есть самый верный показатель наших отношений с Богом и одновременно школа этих отношений». Некогда митрополит Сурожский Антоний рассказывал историю об умиравшей пожилой женщине, которая пригласила его исповедать и причастить ее перед смертью. И на исповеди сказала, что из всех людей в мире не готова была простить только своего зятя. Владыка отказался читать над ней молитву о разрешении грехов, пока она отказывала в прощении хоть одному человеку и тем самым добился перемены. Она позвонила зятю, примирилась с ним, позвала его к своей постели и умерла у него на руках, приняв причастие с надеждой на прощение своих грехов в вечности. «Прощайте и прощены будете» – вот еще замечательные слова из Евангелия. Но что означает прощать? Для кого-то это просто ритуальное действие – рукопожатие, поцелуй, приветственное слово, за которыми по-прежнему скрываются обиды и недоверчивости. Кто-то идет дальше и старается не вспоминать сделанного ему зла. Есть и такие, кто, как отец из притчи о блудном сыне, сам бежит навстречу провинившемуся и делает все возможное и невозможное, чтобы восстановить разрушенные добрые отношения. У каждого своя мера. Но не менее сложно, чем простить, принять прощение и поверить, что все действительно прошло. Люди могут годами приносить на исповедь одни и те же грехи, не разговаривать с теми, кто, как им кажется, по-прежнему что-то имеет против него. Внесение этого груза, они находят свою слабость, которую иногда почему-то называют смирением или скромностью. Слышишь, я негодяй. Эти слова ничего, ничем никому не помогут, если не добавить к ним. Но я негодяй, но я попробую стать лучше. И это действительно будет трудно. И это действительно трудно, потому что это налагает на меня новую ответственность. Но без этого прощения, которое я надеюсь получить, остается недействительно, потому что я его на самом деле не принимаю. Я хочу остаться таким, какой я есть. Да, истинное прощение – это еще и попытка перемены. Так вот, пост, который начинается сразу после сегодняшнего дня, прощенного воскресения, для христианина как раз и служит способом достичь этого изменения. Христиане называют это покаянием и хотят вступить в него все вместе, никого не потеряв. И потому откладываются у порога поста то, что лишает их единства хотя бы в рамках отдельного прихода, кругородных и знакомых. Как важно на пути к Богу никого не оставить за бортом. Вот почему покаяние начинается с возможности прощения. С началом Великого Поста «И меня простите во всем, что, может быть, послужило соблазном перед вами». КОНЕЦ КОНЕЦ